Новости из Израиля. С вами Альберт Векслер. Во вторник, 22 октября, в Израиле проходили выборы в муниципалитеты. Голосующим нужно было заполнить два бюллетеня. Один за партию, которую они хотят поддерживать, и другой за меры. В трех самых больших городах Израиля, в Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе нынешние меры выиграли на выборах и остались на своих местах. Нет ограничений на то, сколько раз человек может быть переизбран на пост мера. В Иерусалиме Нир Баркад победил своего соперника Моши Леона на престижных выборах, на которых последний получил поддержку двух партий, которые обычно являются сильными противниками. Баркад трудился над обещанием возродить Иерусалим, создать больше рабочих мест, построить больше квартир для молодых людей и предотвратить тенденцию, когда после учебы молодежь уезжает в районы Тель-Авива, потому что там легче найти работу. Это также является попыткой предотвратить ситуацию, когда ультра-ортодоксы с их высокой рождаемостью и сильной мотивацией остаться жить в Иерусалиме практически захватили весь город. Арабское население, составляющее треть всех избирателей в Иерусалиме, продолжили свою традицию бойкотировать выборы по политическим причинам. Отдать свой голос на выборах означает признать законность оккупации, по словам Ханан Ашрави, известного члена исполнительного комитета организации «Освобождение Палестины». В многочисленных исследованиях, проводимых на протяжении многих лет, большее количество иерусалимских арабов выражали свое желание остаться частью Израиля. Никто не может точно сказать, сколько чувствуют себя таким образом, что хотят и не могут выразить свою поддержку Израилю. Несмотря на определенные трудности, они осознают привилегии жизни в открытой демократической стране с ее благосостоянием, здравоохранением, образованием и пенсионной заботой государства о гражданах. Они также видят жестокое нарушение прав человека, коррупцию, бедность и недостаток возможностей в палестинской автономии и не хотят становиться ее частью. Бойкотируя выборы, иерусалимские арабы в результате саботируют механизм демократии. В любой демократии представитель борется за тех, кого он представляет. Он борется за интересы тех, кто его выбрал, частично для того, чтобы снова быть выбранным. Но кто будет бороться за интересы арабов, если никто их не представляет? В западных средствах массовой информации этот факт часто представляется как дискриминация из иерусалимских арабов и используется как доказательство того, что Израиль будто на самом деле не демократическая страна. Но правда в том, что когда люди отвергают власть, тогда власть народа, что и означает демократия, становится нефункциональной. Ссылаясь на цитату одного из западных источников из базирующихся в Лондоне газеты «Ал Хаят», в начале октября говорилось о том, что действительно переговоры зашли в тупик, так как Израиль отказывается серьезно обсудить вопрос границ, фокусируясь на вопросах безопасности. Это мнение было отвергнуто лидером палестинской автономии Махмудом Апасом на этой неделе, когда он сказал, что несмотря на трудности, переговоры все-таки продолжаются. У нас есть идеи, которые мы и представили, и Израиль представил свои идеи. Ничего больше я сказать не могу. А Виктор Либерман, лидер партии Израиль Бейтену, сказал в ответ, что Аббас не партнер в вопросах мира, и все разговоры сфокусированы на достижении временного соглашения на развитие экономических вопросов и вопросов безопасности. Самые большие разногласия в последнее время происходят из-за настойчивости премьер-министра Натаниагу на сохранение военного присутствия в долине реки Иордан. Израиль считает это жизненно необходимым для защиты страны на востоке. Только на восточной границе с Иорданией Израиль в данный момент может ощущать относительный мир. Долина реки Иордан является гарантией безопасности Израиля на востоке. Долина глубиной 1200 метров служит естественным барьером, при котором Израилю нужно защищать крошечную территорию, с которой они останутся, если сделка с палестинской автономией, вопреки ко всему, состоится. Когда палестинская автономия и западные комментаторы раздражаются на нежелании Израиля говорить о границах, не связывая их с безопасностью, они с тем самым показывают свое совершенное непонимание военной стратегии и полностью игнорируют угрозу израильской безопасности. Израильские соседи это не Швеция, Финляндия или Норвегия, но Хизбаллах, Хамас, Исламский джихад, Аль-Каида, Сирия, Иран и так далее, и так далее. Хотите верьте, хотите нет, это не одно и то же. В севере Израиля потрясли небольшие пять землетрясений в течение последней недели. Последнее было в 3.3 балла по Рихтеру и произошло утром в 22 октября в районе Галилейского моря. Эпицентр был под Галилейским морем. В воскресенье два дня до этого два землетрясения уровнем в 3.6 баллов по Рихтеру произошли в том же самом регионе с промежутком в 4 часа. Два других землетрясения произошли в этом регионе в прошлый четверг и пятницу. Премьер-министр Нитиняу сказал в понедельник, что инструкции по поведению в землетрясении должны быть обновлены и доведены до сведения всех граждан. Его указания последовали обсуждению с министрами правительства по национальной готовности в случае сильного землетрясения. По словам главного инженера города Твери Моти Лави, сотни зданий в городе предшествуют правилам по строительству вступивших силу с 1980 года для снижения вероятности поведения от землетрясения, и они могут рухнуть. В национальном масштабе по оценкам 100 тысяч зданий не способны должным образом противостоять стихийному бедствию, было сказано по второму каналу в понедельник. Последнее крупное землетрясение в регионе было в 1927 году мощностью в 6.2 балла по Рихтеру, она унесла 500 жизней и 700 человек были ранены. Израильская некоммерческая организация ISRAID анонимно помогает сирийским беженцам в Иордании. Они обеспечивают их сухими пайками, чечевицей, макаронами, сухим молоком, чаем, а также предметами гигиены, мылом и моющими средствами. Прежде чем товары передаются лично в руки, все, что как-либо связано с Израилем или евреями, вынимаются из пакетов. ISRAID обеспечивает пострадавших от стихийных бедствий по всему миру. Организация обеспечивала медицинской и психологической помощью во время землетрясения в Японии, в Хаити и снабжала продуктами питания и другими материалами. Беженцам в двух лагерях в Кении ISRAID начала свою работу в Иордане в начале этого года. С тех пор, по словам организации, они обеспечили беженцам необходимыми товарами на сумму 100 тысяч долларов. С вами был Альберт Векслер. Это были новости из Израиля.